Дорогие друзья, мы приветствуем вас из Иерусалима в преддверии Песаха, в Песах Самеях. Мы говорим о празднике, который очень важен для еврейского народа и праздник, который важен для всех верующих людей. Потому что мы знаем, что Иешуа, наш Машея, агнец Божий, будучи в этом городе, говорил многие слова, которые отождествляются с Песахом. И я хочу сказать многое. Хотел бы немножко говорить и покомментировать те слова, которые оставил Машея о бесходе. Поэтому, дорогие друзья, еще раз в Песах Самеях радуемся и веселимся в Господе, потому что Он наша победа, Он наш удел, Он наша Пасха. Закрона за нас во имя Ишуа, я молюсь и благодарим Богу за каждого из вас. Я хочу продолжить наши комментарии по поводу Песаха. Каждый из вас будет смотреть этот видеообзор и будут думать о Песахе. И очень важно вспомнить, когда все это было. В 12 главе, исход, 12 стих, мы можем читать о том, что это произошло особенно. Господь сказал Моисею, что в ту ночь Он пройдет мимо тех домов, где будут покрыты косяки дома кровью. Я бы хотел очень зачитать вам это местописание, откуда мы берем слово Песах или Пасха. И многие интерпретируют это, как пройти мимо. И в Писании об этом говорится. А я в сию самую ночь пройду по земле египетской, поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, над всеми богами египетской произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. Конечно же там говорится дальше о том, чтобы этот праздник праздновать каждый раз. То есть из поколения в поколение. Этот праздник, когда все приходили в Иерусалим. Но давайте я хочу немножко затронуть немножко другую часть. Когда мы говорим Пасха, Песовр, или же Песах, мы говорим о том, что Бог прошел мимо. И я, знаете, когда задумался об этом, и понимаю, что еврей, он был восстановленный язык. Язык, когда он был мертвым, его восстановили. И, как многие языки, которые умерли, и значение слова Песах, то есть пройти мимо, как мы их читаем, иногда он, наверное, будет напрягать многих. Хотя это нормально. Но когда я начал читать несколько мест Писания, которые с этим связаны, с этим словом, я бы хотел, чтобы вы услышали. Это не просто пройти мимо, а место Писания, которое мне понравилось, я вам зачитаю. И услышите, что говорит Исайя. Это тоже, там тоже используют то же самое слово, которое используется в исходе. 31 глава, 5 стих. Как птицы, находящиеся над головой, Господь содержит, защитит Иерусалим. Он защитит его и избавит. Он пройдет его и спасет. Там говорится о том, что Бог Иерусалим как покроет, и вот как коповод, как птица птенцов своих он будет оберегать. И Песах, слово, здесь тоже использует такое же самое слово, как именно покрыть, не пройти мимо. Хотя там слово можно сделать как щит, как пройти мимо или спасти. Вы знаете, когда я подумал об этом, я вспомнил вот здесь, на тех горах, когда смотрел на Иерусалим, следующее, то, что сказал Ишуа. Это Матфея, 23 глава. Иерусалим, Иерусалим, избавляющие пророка своих, камнем побивающий, посланных к тебе. Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица, собирая птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Птица птенцов. Когда пришел ангел смерти поражать египетскую землю, Бог сказал, я покрою твой дом. Я буду, как птица над птенцами своим, закрою от смерти. Сегодня послание очень простое. Бог наша защита, Он покроет каждого из вас в эти пасхальные дни. Пускай это слово будет для вас оподрением. Не просто пройдет ангел смерти, пройти мимо, потому что он видит кровь. Мы говорим о том, что есть агнец Божий, это его кровь на косяках, и пройдет мимо, будут бояться. Нет, нет, он пройдет мимо, потому что у нас есть защита. У нас есть покров. У нас есть тот, кто обещал нам быть рядом. Иешуа говорит, сколько раз я хотел вас собрать, как птица птенцов, то есть покрыть вас. И сегодня прошу, чтобы вы делали одну простую вещь. Сделали просто, призовите Бога, вашу жизнь. Пускай Он будет покрытием, Иешуа, чтобы покрытием для Песоха, для вас, чтобы то, что смертеносное, смертельное, может пройти мимо. Потому что не просто кровь на косяках, а Бог покрывает нас и сохраняет нас. Пускай этот прекрасный праздник будет для нас покрытием.